В наше время библиотека давно перестала быть только местом для чтения книг. Сейчас это настоящий досуговый центр. Праздник, посвященный Всероссийскому дню библиотек, начался с появления особенных гостей. Диких животных из московского зоопарка. Необычный формат знакомства с животными вызвал большой интерес зрителей. И ребята, и взрослые, оказавшись с опасными хищниками на расстоянии вытянутой руки, с замиранием слушали зоологов. Юлия Бурмистрова, специалист по работе с особо опасными животными, рассказала, что прошла длинный путь, прежде чем найти общий язык с ними. Я думаю, детям очень понравилось. На каждого животного каждый реагирует по-разному, безусловно. Что дети, что взрослые змеи, но вот боятся. Всегда делала так. Для многих такое знакомство стало стимулом к более подробному изучению животного мира. Мне очень понравилось, у меня хорошее впечатление. Я в своей жизни никогда не видел ни филина, ни лесу. Вот мне бы захотелось больше почитать про филина, потому что вообще мне очень нравятся совы. Я всегда хотел собой. Сразу после состоялось подведение итогов и награждения победителей фото-конкурса «Любовь с первого кадра». Работы были представлены со всего Ленинского района. У нас очень много талантливых людей. И, конечно, сейчас все средства доступны людям, чтобы фотографировать. Мы решили провести такой конкурс для того, чтобы привлечь, во-первых, людей в нашу библиотеку побольше. Во-вторых, привлечь творческих людей. Среди победителей оказался оператор телеканала «Видное ТВ» Николай Карбанов, который в номинации «Стоп-кадр» занял второе место. «Естественно, это радостно. А вот так как ты хоть занял второе место, но тем не менее, есть к чему стремиться к первому месту. Главное, чтобы было желание. То есть, если желание, можно научиться всему. Ну, и второе, мне кажется, надо любить это делать». Фотоконкурс прошел впервые. Но проект привлек внимание не только любителей, но и профессиональных фотохудожников. Мария Кутуева, житель нашего города, занимается фотографией давно и заняла сразу два призовых места – первое и второе. Считает, что подобные конкурсы необходимы для развития творческой личности. «Люди творческие всегда есть. Им всегда хочется какого-то призвания, чтобы их оценили, чтобы их увидели, кого-то похвалили. Но многие для этого стараются. Кому-то просто, может быть, интересно показать публике, может быть, какие-то свои интересные работы, не шаблонные». Организаторы также поделились небольшим секретом. Совсем скоро в библиотеке для всех желающих погрузиться в мир фотографии начнет свою работу в фото-клуб. Проводить мастер-классы будет приглашенный эксперт конкурса Ольга Парфентьева, чьи работы были представлены на выставке. Ольга работает в необычном жанре – церковной фотографии. «Это достаточно сложное направление. Она сложная и интересная. События, которые я снимаю, они происходят всего один раз в жизни каждого человека, и их нельзя повторить». В этот день любимую библиотеку с праздником поздравляли детские танцевальные коллективы. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.